Итак, всем снова здорово, с вами Фрикстер, и сегодня я бы хотел сделать экскурсию по моей мегабазе, которая я стримлю. То есть, кто не знает, у меня есть Twitch-канал, на котором буквально почти каждый день, не каждый день, конечно же, но почти каждый день, идут стримы. Кстати, раньше я стримил и на YouTube, и на Twitch, но с некоторых пор YouTube-канал запретил мне стримить из-за неполадок в чате, и поэтому я перешел в каком-то плане на Twitch. И, ребят, кстати, ссылочка может появиться на экране или же в описании, так что, если вам интересно, можете заходить и будем с вами общаться. Так, ну и что? Ну, давайте начнем делать обзор, так сказать, на мою базу. То есть, по сути, обозревать нечего, но я, может, скажу пару слов о чем, ну, об этой базе. Так, это мой основной мир, то есть, в том плане то, что здесь я прожил больше всего дней. Также еще это мой основной мир в плане царства гигантов, потому что есть у меня переход в кораблекрушение, где у меня тоже есть база. Но там еще не полная, потому что я переселился сюда недавно, и поэтому, как бы, у меня, как сказать, не очень хорошо построена база. То есть, у меня было уже много миров в кораблекрушении, я переходил из мира мир, менял персонажей, поэтому на этой базе уже побывало довольно-таки много персонажей. Итак, ну, вот моя основная часть базы, здесь есть теневый манипулятор, алхимическая машина, хотя у меня почти уже все изучено, мне, в принципе, эти вещи не нужны, хотя здесь шляпусник, ну да ладно, фиг с ним. То есть, здесь есть костер, который всегда загорается. Кстати, ребят, если вы хотите спросить насчет того, как у меня получается освещать базу ночью, то есть, сейчас еще не ночь, но как только наступит, все будет, в принципе, видно, то у меня есть вот такие вот фонари. В обычном Don't Starve, не в Don't Starve Together, можно сделать так, чтобы фонарь светил бесконечно. То есть, вы ставите светящийся фонарь на землю и просто перезаходите в игру, не выключая его, таким образом он будет светиться все время. И таким образом у меня освещена вся база. Этот глич уже давно знаком к Лейнтертейменту, но они его не хотят фиксить, так что, ребята, пользуйтесь. Так, ну, поехали дальше. Вот здесь у меня стоит склад. Здесь, конечно, недоделанная часть склада, но, тем не менее, я уже скоро буду его достраивать, потому что скоро пойдем фармить на вот эту ферму дерева. Возможно, даже на видео сделаем. Да, давайте, давайте соберем это. Правда, я собирать эти все куски дерева не буду на видео, потому что это все довольно-таки долго. Хотя, может быть, ускорю процесс, я не знаю. Так, с этой стороны у меня тоже склад, но тут пока верхняя часть не рассортирована. Здесь в основном всякие шляпы, брелки и тому подобное. В нижней части зачастую вещи из кораблекрушения. Там змейная кожа, рыбьи кости останки, кораллы, ну, там подобные вещи. Внизу у меня дерево. Дерево у меня всегда много, как раз благодаря вот этой ферме. Так что у меня здесь очень много сундуков. То есть, если посмотреть, у меня дерево всегда хватает. Конечно, досок не хватает. Если я сделаю доски на два сундука, то у меня буквально все это дерево уйдет, и как раз я смогу пойти пофармить все. Так, и идем дальше. Ниже склада здесь у меня, так сказать, склад с вещами, которые портятся, то есть, которые не стакаются. То есть, это броня всякая, у которой есть процентность, шапки, это оружие и тому подобное. То есть, все это, большинство из этого я крафчу, большинство падает с боссов, ну и тому подобное. Вот, например, магическая печать падает с босса, силу найду. Но при этом я не могу ее положить в сундук нога, поэтому они лежат здесь. Также фонари, как раз для того, чтобы освещать. Если мне нужно, я подхожу, подбираю и ставлю в нужном мне месте. Так, теневые мечи и тому подобное. Ладно, идем дальше. Здесь у меня такие, так сказать, пальмочки. Ну, это для красоты, ребят. У меня большинство, как бы, строений для красоты. Так, здесь у нас сушилки, сушилки с мясом. Здесь мясо вялится. Кстати, ребят, если вы очень долго не снимаете мясо с сушилок, то у вас, как бы, оно остается все-таки свежим. Так, ну, а ниже у меня, конечно же, ферма меда. Ребят, если у вас есть ферма меда, я бы посоветовал вам собирать с нее, как только наступит зима. Потому что, если вы собираете, как бы, с ульев еду, ой, с ульев мед, как только, ну, когда идет зима, то в таком случае вы собираете без ущерба себе, потому что пчелы зимой не вылетают, ребят. Это вам так, на будущее. Идем дальше. Здесь у меня спавн, так сказать, точнее не спавн, а можно сказать даже фарм мышиных крыльев. Так, идите отсюда. Давайте поубиваем их всех. О, мыши на крыло, отлично. Так, главное, чтобы на меня не согрелся заяц. Нет, он на меня все-таки согрелся. Отлично, у меня есть мыши на крыло, поэтому я иду на базу. Извиняюсь, конечно, за это. Сейчас покажу все остальное, в принципе. Но мне нужно сделать кое-что на базе. У меня здесь есть вот четыре плохих мышиных крыла. А, где, 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 где? А, у меня же есть рюкзак тут. Вот, кстати, рюкзак Карампуса, ребят. Вот, у меня их на базе сейчас один, два. Ну, по-моему, в корабле крушения еще был один, но да ладно. То есть, и мне нужно пять крыло мышелистка, пять крыльев мышелистка для того, чтобы скрафтить, скрафтить, скрафтить мышиную биту. Я их крафчу постоянно, потому что мне некуда девать эти крылья мышелистка, поэтому я их использую. Так, идем, идем, идем. Так как этот крафт у меня изучен, я могу его сделать не возле алхи, как бы, не возле теневого манипулятора. Так, все. В принципе, мышиная бита есть. Теперь ее ложим к остальным. Вот и все. Ой, что-то у меня по рассудку проблемы. Давайте я сейчас пережарю еду. Пережарю пока мы бегимся. Как перенести его, рассказывать долго, поэтому я, может, потом сделаю гайд, ребят. Так что, как-то так. Так, давайте съедим все. И пойдем дальше. Да, кстати, надо просто перекусить, потому что у меня с сытостью проблемы, и начать, как бы, готовить себе еду. Да, кстати, вот моя столовая. Это так. Как раз скажу, пока я здесь нахожусь, потому что сюда, наверное, еще не раз вернусь, так что просто скажу, что это моя столовая. Так, так как у меня сейчас нет мяса обычной свиньки, хотя у меня есть ферма этого мяса, то я буду готовить себе мясные шарики. Зачастую я себе готовлю медовые рулеты. Ребят, медовые рулеты это самая полезная еда на больших днях, потому что она еще и восстанавливает здоровье в очень большом количестве. Так что, ребят, запомните это. Так, давайте последние медовые... Ой, точнее, последние шарики. Здесь у меня, кстати, лежат еще 1% кирки и топоры, чтобы потом из них сделать вот такие вот кирки и топоры, ребят. Никогда не ломайте полностью золотые кирки и топоры, ну, в общем, они вам еще пригодятся. Здесь у меня портал в кораблекрушение, но пойдем мы туда позже. Здесь у меня, кстати, так сказать, склад из огненных сундуков. И тут склад таких вещей, которых всегда зачастую очень много. То есть, вот, кремня вы видите много. Ну, навоз я недавно тратил. Ветки, ну, ветки, трава, там все такое. Камни. Камни у меня уже даже на второй сундук перешли. Души, опять же. Души, кстати, ребят, очень легко фармить. Если вы в подземелье бегаете, в руинах, то они потом вам просто так даются... О, собачки. А это как раз повод показать вам ферму... Ну, точнее, не ферму, а ловушки. Ловушки на собачек. Так вот, у меня есть такое поле, так сказать, из ловушек. И сюда обычно прибегают собачки. И убиваются об ловушке. Как-то так. Ну, давайте, что ли, подождем. Хотя они еще будут завывать некоторое время. Так, и мы можем одеть что-нибудь другое. Давайте оденем томашендер, потому что у меня... В принципе, я не хочу больше тратить двузонтик. И давайте его, кстати, починим. И, кстати, швейный набор двузонтиков оставляет, по-моему, 42%, ребят. Так что можете ее смело подшивать, как только опустилось ниже 58%. Так, ну и все. В принципе, с собаками мы справились. Так, давайте перезарядим все ловушки. Мы можем, кстати, пепел еще собрать. Пепел это очень полезная вещь, которая помогает нам удобрять нашу ферму кофе. Так, так. Ребят, кто не знает, кстати, у кого вопрос, почему я так быстро бегаю, то это все трость, которая ускоряет передвижение на 25%. Также я пью кофе. Вот это. Оно тоже ускоряет передвижение, ребят. Так что, чтобы не возникало вопросов, я просто сказал... Так, ладно. Давайте как раз... Да. Делаем все ловушки. Вроде бы все. Мясо я потом соберу. Потому что мяса у меня и так пока много. Тем более мяса монстров. Обычного мяса у меня нет. А вот мяса монстров много. Так, ладно, идем дальше. Здесь у меня место отдыха, так сказать. Здесь есть навес для съест для лета и спальная палатка. Также есть дождемир, но по сути он мне не нужен, я его просто так скрафтил. Также у меня есть запчасти для портала в новый мир. Но использовать их не буду, потому что в новый мир я пока не собирался. Также у меня есть моя золотая гора, как я ее называю на стримах. Это гора золота, само собой. Как бы несложно догадаться. И ее я формлю при помощи мяса. Я просто даю королю свиньи мясо и он дает мне много золота. Давайте я покажу, как я это делаю. Как я получаю много мяса. То есть я высадил вот так вот приманка цвета на ковер. И окружил его дерном, на котором не растут вот эти глаза. Видите, они растут только на траве. Ну, не только на траве, там еще на некоторых дернах. Но, по сути, я просто окружил так, чтобы меня... Ну, то есть, чтобы эти глаза не росли прям под цветами. Тем более, если глаза будут расти прям под цветами, то другие глаза будут есть цветы. И тогда, в общем, они будут сидеть друг другу. Что-то вроде этого, ребят. Так, конечно, эти фермы делают обычно больше, намного больше. Но я что-то не... Как бы особо не горю желанием делать больше, потому что и так много мяса... Много лиственного мяса дается. И вот таким вот образом мы отдаем королю свиней золото... Ой, точнее, мясо. И он дает нам золото. Так, давайте, да, отдаем. Все, отлично. Ну, куда идем дальше? Так. А, да, ну, я, в общем, проходил мимо, но не сказал. Это ферма кофе. Таким вот образом. Посаживать ее можно на вот такой дерн, на пепельный, на угольный. Ну, там разные еще есть виды дерна, которые растут в вулкане... Ну, которые находятся в вулкане. То есть, и вот моя ферма кофе. Время от времени подхожу, собираю кофе, переделываю. И делаю вот такой кофе, как раз который ускоряет. Так, по сундукам пройдемся или нет? Ну, ребят, тут все понятно. Какой ресурс лежит, столько у меня ресурсов... Такие у меня ресурсы и внутри. Ну, правда, кроме вот этого. Здесь лежит рог бифала, а здесь у меня шерсть бифала. Потому что так будет немножко понятен для меня. Так, здесь у нас очень много биолюминисценции. Так, здесь у нас, конечно же, от боссов все. Шесть глаз, очень много перьев, толстая шкура. Опять же, акул очень часто убивал. Ну, правда, мало тигровых глаз, потому что я тигровые глаза использую для того, чтобы делать себе эти... Делать себе, как их называют... Подзорные трубы. Чтобы, когда перехожу в новый мир в кораблекрушении, постоянно изучать территорию. Чтобы видеть, где будет моя будущая база или и тому подобное. Но в ближайшее время я, наверное, не буду менять мир в кораблекрушении. И не буду выбирать нового персонажа. Потому что мир мне нравится, и персонаж мне тоже. Хотя я сейчас терплю некоторые проблемы с рассудком. Это очень накладно, потому что постоянно приходится собирать все вот эти зеленые грибы, чтобы поднимать себе время от ремня рассудок, а также носить тамошинтер нон-стоп. И это довольно сильно мешает, потому что мне нужно его подшивать постоянно. Так, давайте все это соберем. Я не знаю, ребят. Ну, видимо, обзор будет довольно-таки долгим. Так, что я вам еще не показал? Ах, да, давайте сейчас пройдемся по фермам. Но сейчас у меня... По еще одним фермам. Ну, не по фермам, а по зоопарку, так сказать. Вот у меня, в принципе, зоопарк. Вот в этой части у меня проглоты. Ребята, кто не знает, как их вынести наверх, вы просто спускаетесь в пещеры, позволяете одному из них прыгнуть на вас. Так, по-моему, они не могут прыгнуть через две стены. Давайте мы посмотрим это. Проверим, да. Они не могут прыгнуть через две стенки. Вот, в принципе, здесь проглоты. Вы просто спускаетесь в руины, позволяете кому-нибудь из них прыгнуть вам на голову, потом просто идете на выход. На выход из пещеры. В принципе, открываете вот эту дверь при помощи удара по стене травы, заносите их сюда и надеваете какую-нибудь шапку. И таким образом вы их... Или просто снимаете. И таким образом вы их выпускаете и выходите. Заделываете дверь и все отлично. Так, здесь у нас, так сказать, ферма Дойдой. Ферма Дойдой. И они идут в одну сторону благодаря вот этому порошковому пирогу, ребят. Кстати, порошковый пирог вроде бы около 80 тысяч дней держится. Так что, ребят, это очень... Это очень, очень, как бы, такой длительный... Длительный ресурс, то есть, благодаря которому можно заставить Дойдой вечно сюда двигаться. И это мне как раз и нужно. Потому что, если они будут разбредаться по своей локации, то они могут иногда через стены проходить. Это нехорошо. У меня однажды просто все золото вот это съело, одна Дойдой. Это было довольно-таки неприятно. Здесь у меня ферма Кротов, как вы заметили. Кто не знает, как ее делать, у меня есть гайд на канале. Ребят, по большинству этих ферм есть гайд на канале. И когда я буду подходить к ферме, по которой у меня есть гайд, внизу или сбоку будет написано, как бы, там, ссылочка. Или ссылка есть даже... Ссылки даже будут в описании, ребят. Так что заходите, смотрите. Все будет, как бы, на канале. Так, тем дальше. Здесь я пытался сделать ферму козлов электрических, которые живут в пустыне. Но, опять же, для них нужно там очень сложную штуку делать, и поэтому пока что я не могу этого вам показать. Я потом сделаю гайд, как только смогу это все сделать на своей базе. И тогда вы, ребят, посмотрите, опять же, научитесь. Грибочки, кстати, надо бы пособирать, потому что рассудок у нас у Вудликса не вечный. Рассудок у Вудликса падает очень быстро. Так, ну и здесь у меня... Так, понятно. У меня наступила ночь. Так, давайте пройдемся, соберем весь навоз. Отлично. И здесь, как вы заметили, у меня зоопарк из коалослонов. То есть, кто не знает, то коалослоны не могут пробежать в... как бы через стену, в которой есть один проход. Ну, то есть, один промежуточек вот такой вот. Но если уже сделать два, то коалослон может выбежать. Просто я их ищу, нахожу и потом гоню. То есть, они, само собой, меня боятся и убегают от меня. Я их гоню и в итоге загоняю вот в эту вот клетку, так сказать, из тулецита. И потом просто-напросто любую семену. Как любую. Зачастую я прихожу и собираю навоз. Вот таким образом они очень быстро какают, так сказать. И поэтому, вот, можно, в принципе, на этом даже фармиться в каком-то плане. Так, надеваем назад камошентер, выпиваем кофе и идем дальше. Так, что у нас дальше по плану? Дальше у нас, ну, конечно же, изюзи, гломер. Но, по сути, я здесь не сделал ферму крампуса, потому что здесь поблизости моей золотой самородки. Так что, если я сделаю, просто крампусы будут забирать золотые самородки и убегать. Все, больше ничего. И они будут мне портить эту дорогу. Кстати, кто не знает, зачем у меня золотые самородки на дороге, это иногда зимой не видно дерна. Не иногда, а всегда почти. И, как бы, мне нужно видеть эту дорогу, чтобы по-быстрому убегать к месту драки с циклопом оленем. Так что, я просто вот так вот ее сделал. Так, что у нас дальше? Дальше у нас ферма травы и веток, ребят. По этой ферме у меня тоже есть гайд на канале, кто не знает. Но, я ее здесь вот пытался как-то улучшить, усовершенствовать. Но, для того, чтобы ее улучшить, нужно сделать немножко ее побольше. Ребята, и как только я ее сделаю, я обязательно покажу ее на стриме. Так что, ребят, тоже, опять же, заходите на Twitch. Там всегда идут стримы. Ну, по крайней мере, три месяца ближайших я смогу стримить только на Twitch. Так что, заходите. Так, идем дальше. Дальше у нас вроде бы сбоку есть... Да, у нас сбоку есть ферма. Ферма просто обычных ферм, так сказать. Ферма овощей. Вот так вот. Ферма овощей и ягод. Ягоды я здесь не собираю, они здесь просто для красоты. Я так сделал, чтобы в каком-то плане любоваться. Так что, как-то так. Так, и овощи я собирал, я построил эту ферму, по-моему, еще, когда играл за Вольфганка в этом мире. Потому что ему нужно было есть много еды. И я пытался готовить разную. Пытался сделать даже квест на то, чтобы сделать всю еду в Дон Старве. То есть, так что, как-то так. Ну, кроме, конечно, еды заварли. Я, кстати, сейчас уже переживаю один мир заварли. Так что, ребята, возможно, я даже сделаю потом этот челлендж на видео, на запись. Так, ну, здесь у нас ничего такого. Интересного. Здесь есть Дом Макбивний, которых я очень просто фармлю благодаря вот этим, как бы, стрелямусам. Кстати, ребят, кто не знает, если у вас, ну, по сути, всегда в мире три вот этих вот норы. Три норы, в которых, благодаря которым вы отправляетесь в пещеры. То есть, у меня даже две, потому что вот эта нора связана с вот этой. То есть, когда я захожу вот эту, я появляюсь вот здесь. Так что, ребят, у меня с этим какие-то проблемы. То есть, если я соберусь убить стражей, то я смогу убить только двух. Но, ребят, благодаря тому, что вы переходите из одного мира в другой снова и снова, вы можете, ну, именно в кораблекрушении, вы можете обновлять эти пещеры. То есть, как только вы переходите в кораблекрушение, например, а этот мир остается, то у вас обновляются пещеры. Так же и с вулканом. Если вы перейдете в царство гигантов, в новый мир, а в кораблекрушении останется тот же мир, то вы, конечно же, обновите вулкан. Так что, ребят, как-то так. Так, ну, идем дальше. Идем на... Ну, идем, точнее, в пустыню. Покажу вам еще ферму Пирикатиполя и мою летнюю базу. Ребят, летнюю базу я построил только недавно. Вот как раз вот этим летом. Но, по сути, как бы для вулкса она полезна тем, что он может использовать свою шапку. Вот ферма Пирикатиполя, ребят. По ней есть гайд на канале. Так что, опять же, ссылка будет в описании, ребят. Если интересно, можете заходить, смотреть. Буду безумно рад вашим лайкам, комментариям и там подобным вещам. Так что, как-то... Так, сейчас, секундочку, все это соберу, ребят. Ну, и все, конечно же, некоторую часть. Ветки, траву. Ладно, потом я это все дособираю. В принципе, давайте еще покажу летнюю базу. По сути, кстати, скоро должен прийти Янут Барсук. Возможно, мы сможем с ним сразиться. Я хочу с ним сразиться, даже на видео. Это будет отличный финал для, как бы, для этого видео. Так, здесь у меня, конечно, сундуки, которые я выкопал. Вот моя база. В принципе, снежкометная машина. Основное, так сказать, чтобы потушить, если нужно. Энтермическое кострище, обычное кострище. Вы спросите, зачем обычное кострище, если будет жарко? То я вам скажу, что вам в любом случае придется жарить иногда зеленые грибы, там, пережаривать кактусы и там подобные вещи. Так что лучше все-таки сделайте. А, и сюда я перенес очень большое количество льда. Ребят, зимой очень просто формить лед. Просто бегайте по краешку. Вот таким вот образом будут спауниться ледники при появлении пингвинов. И, в общем, как-то так. Так, давайте, кстати, пережарим себе сейчас зеленые грибы. Как раз такнем все это, потому что вдруг мы еще что-нибудь возьмем. В инвентаре, кстати, здесь у меня вольт-рога. И Моргенштерн, кстати, ребят, при помощи Моргенштерна вы можете из вольт-кос выбивать молоко. И поэтому делать себе мороженое зимой и пополнять себе рассудок. Так, ну таких, кстати, ферм перекати поля у меня несколько. Вот раз, два и три. То есть у меня их, да, три штуки. Но здесь можно сказать... А, нет, даже раз, два, три, четыре, пять. Пять ферм. Ну, можно сказать, даже шесть, семь. Потому что здесь совмещенные спауны перекати поля. Так, ладно, побежали назад сейчас. Что вам еще такого показать? А, я не показал верхнюю часть, да? Вот эту, вот эту фермую, вот эту. Окей, значит, пойдем туда сейчас и посмотрим на всю эту красоту. Кстати, надо бы есть хоть иногда, потому что у меня с этим, видимо, проблемы. Так, что-то здесь вот эти вот ребята в воздухе ходят. Так сказать, здесь у нас есть что-нибудь? Нету. Ну, здесь у нас есть переход в новый мир, который я буду, опять же, использовать не очень скоро. Не очень. Может быть, на день четырехтысячный перейду в новый мир и сделаю себе новую базу. Ребят, чем дольше вы выживаете в каком-либо мире, тем больше вы понимаете, какая база вам нужна. И потом вы, когда переходите, вы делаете себе нужную базу. То есть, и потом наслаждаетесь ей еще некоторое время. Но потом, опять же, вам приходят еще новые мысли, и вы придумываете новую базу. И так ваша база все время усовершенствуется. Чем дольше вы живете, конечно же, в мире. Так, ну, давайте покажу последнюю часть. И, блин, я так жду енота-барсука, но еще-то он не ревет. Печально, кстати, вот, начинает вести кофе. Здесь у меня есть мясное чучело. Ребят, чтобы сделать скелетов, вы можете просто умереть. Так что, таким образом, я их и сделал. Я умер. То есть, вот, как-то так. Так, умереть зимой или летом, это проще простого. Вы просто становитесь с каким-нибудь амулетом, или же просто используя чучело, на одно место. И просто ждете, пока вас от жары убьют, или же от холода. Так что, это все, ребят, просто. Так, здесь у нас ферма дерева. По ней есть гайд на канале. Ребят, показывать ее сейчас действия я точно не буду. Я уже вам объяснил, почему. Потому что все это будет долго, и сборы, и все. Так что, ребят, если интересно, заходите на канал. Есть плейлист, опять же, как это все работает, и как это все сделать. Тут также есть ферма мяса. Так что, ребят, по ней тоже есть гайд. Но там, скорее не гайд, там просто ее показ, обзор. Потому что ферма не моя, но, тем не менее, я ее сделал. Я показал вам в том гайде. И объяснил, как это все сделать, сколько нужно ресурсов и тому подобное, ребят. Так что, заходите, опять же, смотрите. Так, может спустимся... А, еще ферма пауков, точняк. Ну, ферма пауков, да, безумие проста. Еще сложного. Я просто поставил рядом дома свиней и дома зайцев. Они просто дерутся и добывают мне ресурсы. Зачастую это навоз, паучи железы, паутина. То есть, короче, я не нуждаюсь в новых хилках. У меня постоянно хилки есть на базе. Кстати, я скоро буду делать себе какую-нибудь лечащую станцию. То есть, там, где у меня будет просто дофигища хилок. Как раз поставлю какой-нибудь огненный сундук или что-нибудь подобное. Так, ну все, ребят, в принципе. Более у меня ничего такого нет. Очень много я не достроил. Очень много я не доизучил. Несмотря на то, сколько я дней живу, ребят, я еще, как бы, не сделал все, что нужно, ребят. Так что, те, кому скучно, извиняюсь, скучно в мире, те, ребят, одумайтесь, ребят. Донстарф это очень разнообразная игра. А, да, кстати, мы можем, в принципе, отправиться в кораблекрушение. И я там покажу вам свою базу. Так, ну давайте сделаем это. В принципе, лето вроде бы начинается, когда здесь весна. Так что, возможно, может быть разно. Так, и здесь у нас сейчас сезон ураганов. Так что, вроде бы, неплохо. Ладно, побежали на базу. Сейчас я, кстати, вот здесь у меня есть ферма кофе. Тоже подобная. Но здесь я ее сделал более так эпично. Вокруг как раз огненных кейзеров. Так, идем дальше. Ой, здесь у нас ферма бамбука. Давайте я вам, кстати, ферму, вообще остров покажу со стороны. То есть, ребят, я этот аттракцион не крафтил. Он здесь заспаунился. Просто мне пришлось его найти. И как раз на этом острове, где он заспаунился, я и построил себе вот эту базу. То есть, здесь у меня сушилки. Оба. И, видимо, мы будем сегодня сражаться с хотя бы сил Нейду. Ну ладно, что ж. Давайте попробуем. Давайте попробуем сразиться с ним. Ну что, кстати, а у меня есть ремонтные наборы? Видимо, нет. И сейчас мне придется их забрать. Так, прыгаем на лодку. Отлично. Ну и хотя бы что-то покажу. Хотя бы какое-то убийство босса. Ну, круто, круто, что я так успел. Так, ну, нет, давайте чуть-чуть подальше отойдем. Потому что, как бы здесь, если я убью сил Нейда, то на меня будут... То ко мне приплывут эти... Как же их? То ко мне приплывут лошади вот эти механические. Так что просто подождем его где-то здесь. Так, ну, что, дружище, идешь? Нет. Так. Здесь я буду с ним драться на мели. Только из-за... О, а вот он. А вот он. Только из-за того, что у меня, как бы... Только из-за того, что на мели нет особо волн. Ну, конечно, они есть благодаря сил Нейду, но тем не менее. Так, ладно, давайте идем и бьем. Танкуем весь урон. Ждем, пока он нас ударит. Хотя он нас что-то не хочет бить. Ну, ладно. Ну, по сути, он должен нас ударить. Как бы... Но он, видимо, отвлечен на Медузу. Каким-то образом. И просто сейчас отгребает урон. Все, в принципе, вот. 22% обрадажной сабли хватает на то, чтобы ее убить. Но если же вы бьете какого-нибудь мясной битой. Там, тулецитовой булавой или теневым мечом. То вы его будете бить дольше, ребят. Это я вам серьезно говорю. Потому что обрадажная сабля больше наносит урона по силу Нейду, чем должно. Так, ну что ж. Давайте мы, кстати, тут зачистим немножечко инвентарь. И, ребят, я не советую вам его сразу убивать. Потому что к вам прибегут крампусы. Как только вы высадитесь на сушу, перезайдете в игру. И можно... По-разному они прибегут. Но они прибегут, ребят. Не сомневайтесь. Потому что очки шалости повысятся при его убийстве. Так что, ребят, единственное, что я вам рекомендую. Просто отплыть на некоторое расстояние. То есть, как это сделать сейчас? Тогда как это сделать сейчас я? Давайте выпьем кофе. Вот, в принципе, на такое примерно расстояние отплыть. Немножко подождать. А потом уже вернуться назад. Так, сейчас секундочку. Все. В принципе, силу Нейду умер. И здесь спавнились лошади. Вот о чем я говорил, кстати, о каких лошадях. Вот. Так что, ребят, будьте с этим аккуратны. Так, ну я еще не закончил обзор моей базы здесь. Ну вот у меня, в принципе, порт. Как коралловый порт. Как-то так можно его даже назвать. Так, давайте, кстати, выложим все ремонтные наборы. А, ну, здесь у меня больше нет. Здесь есть обсидиановый костер, ребят. Кто спросит, что делает обсидиановый костер? В отличие от обычного, он, во-первых, не тушится от воды. Когда есть потоп на базе. Ну здесь не будет потопа, потому что здесь дерн. И, к тому же, он освещает на пол локации. То есть, если я зажгу здесь полностью костер и отбегу вот сюда, мне все равно будет видно ночью. То есть, потому что костер вот настолько имбалансный. Так, ну здесь у меня склад. Здесь у меня особо-то ничего нет. Такие, такие шмотки обычные самые. Особо не заморачиваюсь с их фармом. То есть, так как в этом мире я редко провожу время, а я в основном как раз в царстве гигантов. Вот, кстати, вулкан. Конечно, не всю базу, не всю карту изучил, потому что, опять же говорю, недавно только пересиделся в этот мир. И иначе не получается. Ну, ладно, в общем, погнали сейчас на базу в царстве гигантов. Возможно, там как раз придет еще енот-барсук. И еще с енотым-барсуком справедимся. Почему бы и нет? Кстати, а я еще не забыл выложить здесь. Я вроде бы что-то подбирал. Ну, ладно, ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Так, ну и мы вновь дома. И слушаем сейчас, не идет ли енот-барсук. Так. Ну, вроде бы не идет. Ладно, ладно. Ребята, я некоторое время молчал как раз для того, чтобы услышать енота-барсука. Ну, в принципе, тогда ладно. Кстати, нужно взять новую абордажную саблю, потому что моя почти сломалась. Ее мне не хватит, если я буду сражаться с циклопомалением. Так, ну, ферму пауков показал, ферму мяса показал. Конечно, в действии не показал, ребят, за это извиняюсь. Но, опять же, в действии или ее строительство вы можете увидеть на канале в плейлисте. Ну, и в таком случае все. Ладно. Енот-барсук что-то не хочет идти. Ну, ладно. В общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр, ребят. Опять же, хочу повторить, что стримы по этому миру, именно по этому миру, идут на Twitch-канале. Ссылка на него будет в описании, возможно, в аннотации. В конце видео, конечно, будет. В общем, на этот канал будет ссылка просто везде, наверное. Также, ребят, подписывайтесь на Steam-группу. В Steam-группе всегда есть анонсы этих самых стримов. И там как раз тоже есть ссылки, как раз, ну, когда начинается стрим, я выкладываю туда ссылку, говорю, что стрим начался, и люди заходят. Так что, ребят, туда тоже подписывайтесь, если вам интересно. Опять же, ставьте лайк, если вам понравилась моя база. Также вы можете подписаться на YouTube-канал и сделайте это, если вам нравится, опять же. У меня есть, кстати, еще также выживание по Дону Старов, там, где я рассказываю все нюансы, как нужно начать создавать свой мир и тому подобное, ребят. Надеюсь, вы зайдете, посмотрите. Это, опять же, вам понравится. У меня вообще на канале очень много всего по Дону Старову, так что, опять же, заходите. Ладно, ребят, и на этом все. Всем спасибо за просмотр. На этом все. Следующий видеоролик наберется, когда на этом больше тысячи будет, ну, или, ну, больше тысячи просмотров и больше 50 лайков, ребят. Так что, как-то так, ребят. И жду вас на следующем видео, жду ваши лайки, жду ваши комментарии. Опять же, под этим видео я тоже буду читать комментарии. И на этом все, ребят. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok